Александр Аверин, представление, которое также не нуждается. Добрый день, товарищи. Вначале поговорим о наших политзаключенных. Еще у нас через партия, партия, было несколько сотен политзаключенных. Сейчас тюрьмы прошла, вся контрольная религиозная комиссия в полном составе. Судимые почти все члены исполкома. И сейчас продолжает сдаваться шефер наших товарищей в заключении в русской тюме. В Латвии они сидят, давайте про них вспомним. Это Таисия Осипова, это Игорь Березюк, сидит за манежное дело. В Латвии Александр Кокин, Андрей Попко. Это Сергей Панарин, как раз Эдуард просил мне сказать. Это наш товарищ из Алтая, из Барнаула. Ему дали три года за просторный пост ВКонтакте. То есть явно продолжение политических репрессий. Олег Миронов, конечно же. Но человек, сидящий за Макареевича. Мы будем обжаловать этот приговор. Будем бороться за сабуду всех наших товарищей. Мы никого из них не забыли. Будем за них бороться. Как вы знаете, последний год в моей жизни связан с Донбассом. Я немножко поговорю о перспективах этой войны. Она все больше на это. Балканские войны, которые затягивались на несколько лет. Там перерывы, перерывы, перерывы сложные. Затем интенсификация боевых действий. Что нам надо сказать? Нам надо сказать, что... Несмотря на то, что нас не устраивает, то, что там происходит, я знаю, что решительность нашей власти. Однако поддержка суббикуму оказывается. Война работает. Мы понимаем, что интенсификация боевых действий зависит все больше от политических соображений, чем это военно. Однако ситуация накаляет. Сейчас в Донбассе обе стороны мы, противник, готовы к активным боевым действиям. После Тепальской операции прошло уже больше полугода. Все стороны восстановили войска по полной интернетехникой. Украина там привела, там, чертюнь, надпрос. Делала численность войск до 90 тысяч. С нашей стороны гораздо меньше. Но у нас все-таки все нормально с военторгом. С поддержкой. И у нас гораздо более стойкие войска. Мы ожидаем защищную войну. Почему хочу сейчас покрывать Кремль? Очевидно, что Кремль пытается расцветить ТНР-ЛНР в такое большое Приднестровье или там Северную Осетию. То есть, знаете, то, что случилось в Грузии и с Молдавией в свое время. Однако, в отличие от Грузии в Молдавии, Украина – это большое, действительно большое распроявленное Южно-Рахом. Украина, украинская Амия не разгромлена, наоборот, она сейчас на Россию, получила боевую руку. На сегодняшний момент украинская армия, ее сухопутная часть является одной из лучших армий Европы. Это так. Она сейчас припочтно сильнее немецкой, польской и просто является вот такая сильнейшая армия в Восточной Европе. У меня это сейчас не вероятно, что я в Молдавии, когда дело проигрывает, но сухопутная армия стала у них хорошей. В конце концов, я только думаю, что украинцы это слева народ, то они не правы. Как бы они не правы были политические, то, что они не являются. Доказывают это ежедневно. Пусть это война несправедлива, но так оно и есть. Орган нужно дать его в лицо и понимать его. Так что любой решительный перелом в событиях на базе может быть внесен или появление российской армии, или, я не знаю, если война продолжится в ее аппетитационной части, то и только если в киевский режим начнет терять контроль ситуации экономически прежде всего. Пока что к конца и краям этому не видно, и война будет продолжаться. мы знаем, погибли двое наших товарищей, Женя Павленко и Зайцев, Илья Гурик, погибли. Погибли там наши друзья и дегрегатовцы, вот с ним подыбались его. Погибли мои друзья Араты Корзалов и Саша Руссов. Мы, может, почти лет помним, молча не будем. Мы всегда и помним о тех, кто погиб, о тех, кто в тюрьме. Что случилось в заключении? Там говорилось, что у нас в карте стало меньше панков. Скажем, может, панков стало меньше, зато у нас и Горославов гораздо больше писателей. Оглядываюсь, сколько человек уже написал книги, там, публицизм. Никто уже давно ничего не пишет. Ну, я знаю, что пишут люди. Кто-то собирается написать книги. Как подсказывает нам история, русские хорошо умеют делать две вещи. Это воевать и писать книги. Собственно, именно сейчас эти партии занимаются. Пишут книги и валируют. Что можно сказать? Десять пиков русской истории смотрят на нас в голову. Мы сейчас, если не говорим, певицы русской нации с автоматом «Наукрафтом», не знаю, с портретом Егора Леонова где-нибудь на маленьких поставком и с ноутбуком как с таким, чтобы впечатлить наши впечатления. Наше дело правое, рак будет разбит, а это будет на тот момент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова